Как раз это базочка, даже на 5 минут видно. Включаете стакан, там сразу же будет видно, что определенную цифру не пускает. Как правило, это не бьющаяся какая-то цифра. Очень тяжело через нее пройти, но все-таки после пробоя, тут лимитом под уже давным уровнем можно ловить данную акцию. То есть давая уже риск как раз за эту цифру, то есть точностью наоборот. То есть и очень неплохое движение. То есть акция очень хорошая. На дневке как раз у нее сейчас около 15.00 она стоит. И тоже на пробитии 15.00 можно ее, конечно же, рассматривать. Самое главное, не спешите. То есть если вы видите, что утром там летят палки вниз, не пугайтесь. То есть точка входа никуда не уйдет. Уже лучше пускай она эта акция откатится, нарисует какой-то уровень сопротивления. И от этого уровня сопротивления попробовать ее дальше зашортить. То есть скорее всего у нас сегодня фьючерс нас не обманет. Импульс довольно-таки сильный, минус 19. То есть день должен быть достаточно интересным. Ну что касаемо IBV. 35.50 конечно же, когда акция на New Low выходила. Вот видно был этот уровень. Тоже на двухминутном таймфрейме видно, что тоже вот 55 центов выше не пускало. И ниже 48 не пускало. Очень плавно, без резкого пробоя. Акция тоже спустилась и под конец дня. То есть обращайте внимание, последний час, последние полтора часа в последнее время неплохие движения в это время происходят. То есть очень неплохо тоже прошлась. Значит, что касаемо акции A. То есть акция уже второй день спускается ниже. Вчера, то есть посмотрите на Дневке, тоже нашла свой уровень сопротивления. И отсюда неплохой шорт произошел до продажи. То есть тоже сегодня можно наблюдать. Так, что касаемо акции MMR. Здесь пока толком ничего не вижу. Вчера такой коридорчик у нее образовался. 13.11. 12.79. Ну это приблизительно. То есть если акция из диапазона вчерашнего дня будет выходить, то неплохая точка вот ниже 12.77.75. Если выше, то 13.15.13.16. То есть, ну если рассматривать на шорты то, что акции будут выходить, то конечно же вот ниже 12.75 эту акцию можно рассматривать. То есть она еще пока в шорт не пошла. То есть тут два дня, кстати, держится этот уровень в MMR. То есть неплохая, кстати, заметка. Действительно эту акцию пока еще никуда не пошла. То есть то, что вам подобная акция вчера была WCN. Вчера говорил на конференции. Обратите внимание. Вот это 20-минутка. То есть вот я включу на этом графике. Вот 20-минутный график. То есть вот тоже подобный коридор. 35-35-30. Вот она этот коридор держит. Опа! Пробивает и начинает позавчера уже держать данный уровень поддержки как сопротивление. И идет 2 дня шорт. То есть вчера тоже очень неплохо. Обратите внимание, если включить 5-минутный чарт. То есть тоже акция с опена пошла, откатилась. Вот 34.50. И акция спокойно себе тоже до 34.10. У всех видео без задержек? Мы, получается, нашими разговорами напугали GVO Conference. Они стали лучше работать. Как только мы сказали, что будем пробовать еще и конкурентов, их программное обеспечение тестировать, сразу же конференция стала хорошо показывать. Ну ладно, не будем отвлекаться. В любом случае, сейчас идут разговоры о том, что будем мы переходить и на другие вещи альтернативные. Как минимум 1 месяц будем тестировать 2 системы. Поэтому дальше уже будем смотреть по вашему голосованию. То есть какая система нам больше подходит, какая система нам удобнее. Может там тоже будут какие-то задержки, но она сама по себе будет, допустим, тот же Comdi. Comdi вы все, наверное, знаете. Это iLearn, сайт, где был последний вебинар Герчик. Он проводил на iLearn. iLearn тоже берут ресурс с компанией, которая предоставляет конференц-связь. Это как раз вот компания Comdi. То есть вот через нее мы будем как бы все это делать. Так, если... И там уже выберем, какая компания нам, в принципе, лучше будет подходить. Ну, 23 секунды это очень много. Значит, WCN, вот отличный момент, конечно, от 34.50. Тоже эту акцию не отпускаете. С new high она падает. И пока падает она на объеме. То есть пока еще не было volume спайков. Значит, есть все-таки вероятность, что у нее будет свеча более растянутая. Значит, WCN это однозначно тоже на ресерч я бы рассматривал. Значит, что касаемо ABV, мы уже говорили. Компания A говорили, MMR говорили, вот эту акцию даже выписали. То есть тут интересный момент, если будет ниже идти вот этого двухдневного, двухдневной уровни поддержки. То есть думаю, что сегодня это будет. Значит, SWI. Что касается... Тут 24.00 раньше серьезный уровень сопротивления был. Может быть, сейчас какой-то уровень поддержки будет работать. Но пока здесь именно таких точек соприкосновения не вижу. Но short был вчера такой достаточно неплохой. Значит, ITUB. Это пример сильной акции, которая идет против рынка. 19.50 неплохая точка на пробитие, если будет long. Но так как был выход объема, смотрите, может все это движение сегодня также закрыть. Значит, CACI. Уже такой первый день хорошего short, при том на положительном рынке с утра. Акция открывалась уже с gap down. Небольшой сквиз вверх сделала. То есть закрылись, наверное, short. И после этого акция целый день тоже валится вниз. То есть тоже неплохой сетап для продолжения по дневке. Так, что касаемо FDO. Довольно-таки сильная акция FDO. Но все-таки тоже вчера сходила неплохо в short. Потом все-таки сделала неплохой откат. Но в любом случае будем за ней наблюдать. Что касается премаркета. Вот акция DJ, обратите внимание. Мы наблюдали за этой акцией позавчера, когда она вот уже остановилась. Сейчас я включу ее дневку. То есть тоже она на высоте находится. Она отстоялась. Вот 36.50. Там где-то было распределение. То есть кто-то выходил отсюда. И вчера все-таки смогли ее продавить ниже. Ходит грязно, честно говоря. То есть мне не нравится ход внутридневной. Но на данный момент, обратите внимание, минутный чарт, если включить. Смотрите, вот идут сделки. 200 акций, 1200, 700, 100, 2400, 100. То есть тут уже скорее всего open будет. То есть это достаточно ниже. Ниже на полпоинта. И вполне возможно, это уже кто-то пытается здесь зайти. Значит, если посмотреть на... Так, не то я открыл. Так, значит, DG. Просто сделки по этой цене проходят. Но котировки 35.26 на 35.84. То есть где-то между спредом здесь сходится покупатель-продавец. То есть тоже вот когда ребята торгуют премаркет, они как раз наблюдают за вот этими моментами. Такими точками входа там выставляют лимита. И уже в зависимости от фьючерса там находят свою точку входа. На самом деле сейчас бы в лонг бы я не брал бы. Сейчас посмотрим, что у нас творится с фьючерсом. Уже минус 20. И до опена у нас остается 20 минут. Сегодня у нас пятница. Смотри, у нас немного меньше, чем в любой день на этой неделе. Но это как бы не... Ничего удивительного здесь нет. У нас по пятницам всегда у нас немного меньше становится. Значит, что касаемо других акций. 20 минут у нас еще есть. Это уже на самостоятельную работу. То есть посмотрите. Уже у нас не будет гейнеров, лузеров, которые были по вчерашнему дню. То есть в финвизе вы уже не найдете. Значит, буквально быстренько пробежимся по тем акциям, которым есть. Значит, GEF. Вчера минус 7 поинтов эта акция была. Можете себе ее выписать. Сразу говорю, в первой половине дня лучше туда даже и не заходите. То есть акция немного тонковатая. Как для такого хода. В любом случае там миллион объема будет мало. То есть миллион объема, допустим, на падение 7 долларов это очень мало. То есть чем больше ход у акции, тем больше у нее должен быть в принципе объем. То есть если акция ходит 7 долларов, у нее объем 1 миллион это мало. Надо, чтобы было хотя бы там 3-4. Поэтому для нее это мало. В другой день у нее 169 тысяч, 142. То есть она поэтому и не попадала ко многим, ну скажем так, не попадала на наши глаза. Потому что она не подходит к нам по параметру объема. То есть там сумасшедший спред у этой акции вчера был. То есть этой акции будьте очень аккуратны. Значит BKD тоже объема не очень. Но вчера как бы шорт есть, на дневке на шорт смотрится. Но тоже внутри дня, честно говоря, не очень. Значит Citigroup можете, конечно, смотреть однозначно. То есть смотрите как она находится. И премаркет уже минус доллар 70. То есть это может быть sell-off. То есть если акция уже столько на премаркете вниз прошла, этого не значит, что она еще столько же не может пройти внутри дня. Поэтому тут пока еще не опоздали. Вчерашний шорт тоже у акции был достаточно хороший. Значит, что касаемо HRB. То есть тут пока еще она стоит на месте. Пока еще не падал, но премаркет уже есть. То есть есть и постмаркет. То есть можно выписать как акция, которую, грубо говоря, по премаркету ее выписать. Из одной индустрии, из АМС. Смотрите, из одной индустрии. Значит, VMS, CX. Значит, VMS, 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 это вообще идет компания китайская. Значит, стоп. VMC, Vulcan Materials. Нет, это у нас Building Materials. Но это в связи, наверное, с новостями по строительному сектору и по сливам ФОМС и всего остального. То есть, ну, однозначно тогда не отпускайте эти новости. Очень неплохие движения, конечно. OC вообще отличное. То есть у всех, у всех однозначно можете смотреть. VMC, она более дешевая. Так, CX. CX дешевенькая и USG. Но USG у нас на ресерче была. То есть, да, совершенно верно. Если все эти новости, скажем так, так отреагировали в один день, я думаю, что как минимум в один, ну, как бы одним днем это все не закончится. То есть, допустим, если VMC посмотреть, то потенциал на падение здесь очень сумасшедший. То есть, конечно же, не отпускайте данные акции. Можно за ними дальше наблюдать. Первый день падения, как может произойти? То есть, может такое происходить, что акция отстаивается потом на следующий день, а потом через день падает или через два обратно сильное падение делает. То есть, никто не хочет из больших акцодержателей выбрасывать сразу акции на рынок, чтобы спровоцировать там панику и при этом свою позицию тоже покрыть довольно-таки в плохую цену. То есть, лучше какой-то день не продавать, либо продавать очень мало. И таким способом удержать цену и какую-то часть сбросить по более или менее неплохой цене. Но когда на рынке происходит, допустим, обвал, то происходит конкуренция продавца. Тогда начинает акция выбрасывать вот сильно. Из-за этого мы видим такие сильные движения на дневных чартах. Это как раз тогда, когда конкурируют продавцы. То есть, туда же в плюс идут шартовики и все остальные. И поэтому у нас получаются такие вот ситуации по акциям. Поэтому при таком фьючерсе, как сейчас на данный момент, значит, Blackwood у нас минус 18,9 по Blackwood. Это довольно-таки серьезный фьючерс. Поэтому смотрите, тут вполне может быть, что действительно будет неплохое падение. Поэтому за этим сектором обязательно тоже нужно наблюдать. Все знают, что у нас понедельник выходной на рынке. 5 число, 5 сентября. Ну так вот, 5 число у нас день нерабочий. То есть, посмотрите сразу же наперед, когда вы смотрите в Bloomberg иконами календарь. Здесь есть не только новости по макроэкономическим цифрам. Здесь также у нас есть все даты. Да, вот допустим, на этой неделе мы все видим. То есть, 2 сентября. Значит, 3-4 у нас выходные. Смотрите обязательно следующую неделю. У нас Labor Day. Это день труда. Labor Day. All market closed. То есть, следующая неделя, она у нас довольно-таки вяленькая. У нас только одни новости будут важные. International Trade в четверг. То есть, поэтому, скорее всего, мы сейчас будем очень неплохо падать. И на следующей неделе будем смотреть уже, что происходит. Неделя у нас будет безновостная. То есть, это как раз уже традиционно для сентября месяца. Поэтому на следующей неделе желательно, скажем так, может не полностью себе сделать выходной, но частично, так потихоньку.